Тайна 2. Устройство системы уголовного розыска МВД Эта система состоит из оперативных подразделений, криминальной разведки и следователей угрозыска В советское время был телесериал «Знатоки» Знаменский Томин Кибрид Это не есть террористы, но только теперь вооруженные всеоружием Оперы выбирают, кого ограбить и убить Разведка это подтверждает А следователь оформляет приказ и несет ответственность Полицейскими патрулями маскируют всеоружие Действия опера при помощи зомби-агентурной сети, состоящей как из штатных, так и временно подключенных зомби-агентов Преследовать заложника и жертву и показать, что он может их убить этим зомби Это иногда демонстрируется После Опер через заложника пси-террора подключает к жертве всеоператора, убийцу, криминального разведчика или следователя И тот убивает ее электромагнитным импульсом Действия криминального разведчика Постоянно лежать в зомби-агенте Подставлять зомби-агентам или под зомби-агента жертву Исследовать мозг жертвы с целью получения информации Удерживать жертву из заложника под контролем Работа следователя Сочинять ложное уголовное дело на жертву Полицейскими патрулями помогают убивать жертву Из всего вышеперечисленного наиболее секретными являются Оперы и зомби-агентурная сеть А также служебная связь уголовного розыска непосредственно в головной мозг Зомби-агенты есть везде Начиная от бомжа на улице и заканчивая президентом страны Эта бандитская армия-угрозыска, управляемая пси-операторами, разрастается до невероятных размеров Они есть в правительстве, медицинских учреждениях, научных институтах, торговле, религиозных учреждениях и т.д Их единственная цель – выслеживать и подставлять людей, которых можно ограбить и убить Оперы подбирают зомби-агентов из неразвитых слоев населения Неразвитых наций, из зэков, то есть из социально близких им элементов Тайна третья – цель системы угрозыска Это естественно, как и всегда, мировое господство Превращение всех людей в зомби-рабов О нравственных качествах служащих угрозыска и полиции рассказал еще Александр Солженицын в книге «Архипелага Гула» О них рассказано в документах о концлагерях фашистской Германии и т.п. источниках Эти свидетельства могут продолжить сотни тысяч заложников пситеррора во всех странах Преследуя в каждом отдельном случае свои личные интересы, система угрозыска превращает в социум стадо нелюдей себе подобных Подрывает экономику Часть третья Что делать? У заложников пситеррора есть только один способ реального противостояния Это демонстрации протеста Их надо осуществлять по возможности, как группами, так и в одиночку Места проведения демонстрации – центральные площади, торговые районы городов Перед отделениями МВД и Угрозыска В местах жилищ, псиоперов, если таковые известны Проводить длительные групповые пикеты Идет война Размышлять в сложившихся условиях О бытовых средствах защиты В злоумышленниках, соседях О организованных преступных группировках В заморских суперсекретных спецслужбах Экспериментах Сионистах, религии, инопланетянах и тому подобное Непростительная глупость Нам помощи ждать не от кого Совершается геноцид Преступление против человечества Интервью дано из лагеря беженцев Кройслингер, Швейцария 3 июня 2020 года Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok